духовное вознаграждение что такое когда человек делает что-то за это его работа за него обычно говорит работа которая вы делаете любой человек чтобы он не делал эта работа говорит за вас когда вас нету например например бухгальтер вам отчет состав вы глядя на этот отчет поймете там нормально бухгальтер работать или ненормальный вы выйдете он профессионал или нет согласны вип зайдете склад или сразу поймете какие люди там работают вы посмотрите на упаковка вашего товара сразу поймете кто как работает зайдете кафе вам еду принесет сразу поймете какой повар там стыд какой официант тут работает и посмотрит на поле поймете какой уборщик тут работает то есть работа человека способен говорит когда человека нету да а теперь когда он получит духовная награда благодарность потребителя благодарность потребителя что потребители сдает высокая оценка его труду дает например анкетированный простой вещь отзывка отзыв потребителя большие оценки дают ему отзывы соки а они всегда оценят его понимаете благодарна или иногда письма напишите ему что мы благодарим вам за такого-то сотрудника это здорово духовная награда и вы гордитесь вы гордитесь что у вас есть такой сотрудник знаете какие люди остаются истории именно те которые получают духовные награды посмотрите люди которые поняли эту вещь люди которые поняли этого они остались в истории они создавали что-то что их нету они сами умерли до сих пор это продолжает принести пользу людям и люди говорят про это и они благодарят за это это из духовная награда духовная выгода 5 вещь это денежные вознаграждения сотрудник не должен нуждаться деньгами сотрудник не должен мучиться запомните если деньги для него станет главными его мотивация будут самого низкого уровня теперь внимание деньги какой уровень мотивация самый низкий уровень мотивации это деньги запомните это пожалуйста если вы думаете что больше плачу лучший человек придет к вам вы глубоко ошибаетесь деньгами сильного кадра невозможно удержать это невозможно от того что вы много платите это не показатель я даю вам слово у меня к вам вопрос как вы думаете сколько надо сотруднику платить я вам говорят практика ребята все то что рассказываю сколько сотрудника надо платить знаете мой опыт что показали вам по моему об этом когда-то говорил скажу вам такое сотруднику платить и платить и смотрите сотрудника платить и сколько по его понятие по его понятие по его он хочет платить ему так но только сделайте так чтобы это привязывая на его результатах я заметили интересный вещь если сотрудник хочет тысячи долларов интересная вещь послушайте внимательно вы ему оплатить если 90 990 долларов слышите меня он половина работа не буду нормально делать знаете как почему он думает что я я делаю сколько сколько платишь он так мыслит он так мыслит что но не все некоторые такие они они которые нормально поэтому дайте а теперь у меня были сотрудник поверьте мне а категора сотрудник был который оплатил хорошо но какой-то момент он без работы ходил ну работа нету и на третье место уволился он пришел сказали я не могу так просто деньги брат извините я не могу кто понял сильный сотрудник если вы много платить и он уйдет он мучается он внутри мучается потому что он он понимает что его время которые усилий которые вложит того не стоит он сравнивать с рынком сам он же умный человек уже не тупой он сравнивать поверьте через два-три месяца он уйдет он он начнет говорить я хочу уйти а вы спросите почему понимаете и я не вижу что работа было много для меня и это мелочи кто-то другой может получить их вон тому тому я два раза столкнулся с это в моем опыте дважды я сидел думал интересно почему-то говорит потому что сильные кадры вы деньгами не держите их деньги это сами низкая мотивация есть система ford конечно американская система который говорит больше платить и больше будет японская система toyota и так далее я учился в toyota они мне говорили что совсем в другом люди борются не за деньги совсем за другое за ценности именно за развитие